Привет-привет, продолжаем играть в киберпанк, поехали. Так, я так понимаю, мы дома, довольно-таки приятное место. Оружейное, это всегда приятно. Тайник, что у меня тут, пистолетики, есть оружие, одежда. Ладно, потом разберусь. Надо поспать. Блин, руки классно сделаны. О, Ви. Ты что, не спал? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику, пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся, ждут не знаю. Полиция! Открывайте! Привет, Ви. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Ви. Падай, сука! Давай! Эй, как дела? Привет! Прикольная татуха. Нет, нет, нет. 14 не пойдет. Очень мало. Или подожди. 14 в день? Тут же другое дело. Мне надо это обсудить с компанией. Нет, перезвоним. Его наилучшего. Привет, Ви. Хороший день для пары раундов. Пойдешь? Жестко. Хороший день для пары раундов. Пойдешь? Как тебе мой новый мальчик для битья? Только что надрал мне жопу. Засранец. Даже интересно, как он справится с таким, как ты. Хочешь попробовать? Давай попробуем. Легче на ногах. Голова все время в движении. Не думал профессионально заняться. Я могу тебе устроить пару боев. Что-то скажешь. Ты говорил насчет боев? Я видел тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие. У тебя большие перспективы, особенно если их модифицируешься. Эти бои, скажем так, не совсем законны. Но очень выгодны. Выгодны для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих. Врать не буду. Как твой агент, я получаю малый процент от выигрыша. Остальное твое. Справедливо. Я и говорю. У тебя есть чутье. Бои проходят в разных частях города. Выбираешь место, вносишь деньги и выходишь на ринг. Победишь, получаешь весь банк. Если всех противников уложишь на лопатки, выходишь в финал. Все ясно? Абсолютно. Хорошо. Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона. Можешь начать в капу. Я в тебя верю. Пора показать этому городу, на что ты способен. Прямо поет после каждого мысля. Привет. Время местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити проедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве и представления традиционных театров. Но спонсором фестиваля является корпорация Араса и, что не может не удивлять, сама Ханако Араса сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Хочу обновить радуги МС пожелать вам веселого дня. Вы веселись на день. Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. Я немного потерял место, куда мне нужно идти. Я, наверное, перекрыл его заданием, которое я взял. А, вот ты. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глюч? То и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же вы звали? А, да, Декстер Дэшон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос посмертия собственной персоной. Декстер Дэшон? Давно не слышал этого имени. Рассказывай, что ты узнал. Последние года два он не появлялся. На улицах говорили, что он на каникулах. Два года? Это изгнание, а не каникулы. Что он делал? Наверное, загружал в себя пиццу и наяривал на хардкорный верт. Главное, он вернулся и набирает новую команду. А мы свободны. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сам понимаешь, все теперь зависит от тебя, Эсэй. Ладно, договорись с ним. Послушаю, что ему надо. Декст самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падро и Вакако, но Декстер это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Нет, если честно. Так, как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официант, который принесет ему на блюдечке небольшой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. Спасибо, Мила, с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Куда едем? К Криперу? Эй, Эсэ, не гони, а. Я ж только поел. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание. Сместе. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Очень удобный контроллер машины приятный. Вот оно. Пошли, Вик. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Да ну их всех нахрен. Прохладно. Прохладно над своими воспоминаниями. Ибо не вам служат ваши глаза. Точнее. Ты чего? В чем тебе понравился? Нет, здесь просто на ознакомый дом. Как? С каких пор у тебя... Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Я тут пока посижу. Нам с мести надо поболтать. Нормально. Но такое тоже бывает. У тебя ведь есть еда. Дай мне. Вики, привет. Как твои риперские дела? Рад тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декса. А, знаю он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так. Давай с ним повнимательнее. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Хе-хе-хе-хе. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. Ага, само собой. Хе-хе. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Нину Дивик, я тебе все верну. С процентами, как всегда. Ах... Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика, Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу, но... На такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И с деньгами. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Ирина Дивик. Зд grandfather. Ирина Дивик. Продолжение следует... Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговицы глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно идеально. Хм... Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай клади свою руку, игрок высшей лиги. Вот так. Молодец. Ну что, сейчас обезболеем и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Ничего не чувствую. Все как всегда. Ты меня каждый раз спрашиваешь. Как будто сегодня все будет как-то иначе. Да все будет нормально, малыш. Там, конечно, есть риск инфаркта или ином. Пролеча, но мне-то откуда знать. Я же просто доктор. Вот именно. Сейчас будет темно, не пугайся. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу, может быть, неудобно. Но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. Ну, как тебе? Все в порядке? Да охренительно. Ха-ха-ха, супер. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получиться. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Хе-хе-хе. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Обещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу, еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации имплант. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Хе-хе-хе. Иди, Баб. Покажи там всем. Только старика не забывай, когда выйдешь там в свою высшую липу. Развищ месяцев. Один из несчастливых эффектов matter. У bredы немого хранится. Покаж away. Баб. 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 Бабы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я поговорил с Дэксом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Громши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Привет. Хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Татт. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним в машину. Надеюсь, все понятно? Что происходит? А? Я тут и при чем, диван? Да. Вот так влияния. Она. Я готовлюсь. А? Потеркут. Стой! Борой! Все уничтожено! Не отвлекай меня! Нормально. Я их вообще не трогал. Почему они у меня напали? Йоу мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дэшон. Собственной персоной. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до тридцати? Мне важна победа, а не участие. Цена не главная. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Да, мы все сделаем. Не беспокойтесь. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Погоди. Дай-ка теперь я спрошу, Декс. Зачем это все? При чем тут я? Ты мог позвать Джеки или Тибак. Мог рассказать все по телефону. Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. С Джекстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще два года назад. Вот тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Я расскажу. Ну и что за дело ты примите? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Нет, не проблема. А смертный приговор. Найт-сити, их территория. Они же нас раскатают. А как иначе, мистер Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило по смерти. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрёма. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного. Она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Так. А что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстрёмовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрём. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам. А через три дня его сместил ближайший друг из подвижник Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь он главный. И я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Меридит Стаут из Мелитеха. А при чём тут эта корпоратка? Чтоб я знал. Носится по городу как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Ага. Скорее всего груз был для неё, но кто-то её подставил. Монохром, видимо, её главный подозреваемый. Улик против него нет, но отпускать его она пока не хочет. Ей надо найти технику, пока боссы не узнали о том, что случилось. Ну и ну, мистер Ви, таким даром дедукции можно гордиться. Надеюсь, эта информация будет тебе полезна. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Её зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить её по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из пассивики. Попросили, чтоб я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдёт прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю всё, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. И ещё, мистер Ви, так тихая жизнь или смерть в лучах славы. До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Хе-хе. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи? Большой перестраховщик, я бы сказал. И своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил прикол, кварцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Ещё дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. Ещё вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С Мальстрёмовцев или с Паркер? Я бы сначала встретился с Паркер. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Орелин. Тогда я поеду к Олфудс и посмотрю, что там почём. Hasta luego. Так, ну, в принципе, я предлагаю на этом закончить. Увидимся в следующем ролике. Пока. Паркер. 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 Продолжение следует...